Добрый вечер, уважаемые рязанцы! В эфире программа «Городские встречи». Сегодня в кресле гостя Самир Гараев, руководитель азербайджанской диаспоры Рязанской области. Давайте мы начнем с того, что именно вы сколько лет, пять назад, начали возрождать эту организацию. Чем она была раньше и с чего вы начали? Во-первых, большое спасибо за предоставленную возможность сегодня быть у вас в гостях. Почему я именно взял инициативу на свои руки? Я перед собой поставил цель, так как на территории Рязанской области проживает очень много азербайджанцев. Они активно интегрированы в наше культурно-правовое пространство. Но о них очень мало знают наши жители в городе Рязани. Вот с такой позиции я решил непосредственным участием даже в качестве учредителя возродить в Рязанской области Рязанское региональное отделение Всероссийско-Азербайджанский конгресс. И сам его и возглавен. Меня избрали председателем. А какое количество человек туда входит? Члены Совета нашего детства состоят из девяти человек. А численности постоянных членов нашей организации порядка где-то 400-500 человек. За пять лет что о вас узнали коренные рязанцы? То есть ваши традиции, культуру, костюмы? Одна из главных задач нашей общественной организации заключается популяризация и демонстрация азербайджанской культурно-традиционной ценности для жителей нашего региона. Еще главная задача нашей общественной организации заключается оказание содействия в интеграции тем нашим представителям, которые здесь проживают. Конечно же и национальные танцы, конечно же и сохранение языка, культуры, традиций в том числе. А вот эта помощь, которую вы оказываете, это только лишь культура или это в том числе оформление каких-то документов, поиска жилья? Потому что это самая актуальная проблема. Как встретили, так и пойдет. Знаете, как правило, мы пытаемся больше работу привести основными коренными азербайджанцами, когда-то приехали сюда на территорию Рязанской области. А те граждане, которые сюда приезжают, например, мы активно взаимодействуем с студентами. Ежегодно сюда Рязанской области приезжает порядка 40-50 студентов из Азербайджана. Естественно, они учатся в разных возах в нашем регионе. Мы здесь и для них и родители, и родственники. Если что-то с ним случается, родители в первую очередь нам звонят, спрашивают, как они живут, как они учатся, какие у них успехи. И мы в этом плане всегда с ними рядом. Вот буквально в начале месяца, вы сказали за кадром, прошел интересный съезд азербайджанцев. Расскажите об этом. Я буквально недавно вернулся из Баку. 3-4 числа в Баку состоялся большой съезд азербайджанцев мира. Из 49 странов мира присутствовали там участники. Порядка 500 делегатов. Из нашего региона, как раз я представлял наш регион, я принял участие. Съезд прошел довольно-таки так бурно, в дружеском таком... О чем говорили? Как раз президент Азербайджана принимал участие в данном съезде. Он обратил внимание на социальное положение, социальный статус соотечественников, которые проживают за рубежом. Он нам поручил, чтобы мы передали всем нашим соотечественникам большой привет от президента Азербайджана. И он тщательно следит за достижениями азербайджанцев за рубежом. И он очень просил, чтобы наши соотечественники, несмотря где они живут, чем они занимаются, не забывали свою родную родину. И активно были интегрированы в том государстве, где они представлены. И, естественно, часто порадовали, в том числе нашего президента Азербайджана, своими положительными достижениями. Иногда ведь бывает какое-то нелепое столкновение культур. На мой взгляд, мы, руководители общественного объединения, очень многое делаем для того, чтобы вот те культурные соприкосновения, они проходили очень нежно, аккуратно, мягко. Для этого у нас имеется площадка, где мы регулярно встречаемся с нашими соотечественниками, помогаем им интегрироваться на культурно-правовое пространство Российской Федерации. Если какие-то столкновения, какие-то конфликты возникают, мы со всеми участниками собираемся, обсуждаем, ищем правовые выходы из этой ситуации. И самая главная задача от того, чтобы основные жители города Рязани не страдали от действий, порой бывает, проходимцев как-то случайно оказывать. Один человек еще ничего не говорит о культуре, я всегда об этом помню. Совершенно верно. Вот мы, руководители, за это принимаем активное участие для того, чтобы все было мягко, удобно, комфортно, и никто никому никаких дополнительных хлопот не предоставлял. Вы принесли сегодня книгу «Пару слов о ней», неспроста она в нашей студии. Да, действительно, вот эту книгу я привез из Азербайджана. Я был приятно удивлен, когда увидел, что Азербайджан тоже тщательно следит и смотрит, интересуется достижениями наших соотечественников. В этой книге указано очень много наших выдающихся ученых, политики, общественных деятелей, учителя. Вот в этой книге фактически собрано не только с России, но и со всего мира. На мой взгляд, это очень позитивный посыл для того, чтобы наши соотечественники, если у них есть какие-то достижения в позитивном ноте, мы об этом должны собрать информацию, издать книги для того, чтобы их дети, их внуки, увидев результаты, порадовались. Азербайджанцы очень гостеприимный народ. Вот сейчас бытовой самый обычный вопрос. Самый красивый праздник, какой у вас есть? Самый хлебосольный, самый зрелищный, который можем увидеть мы здесь, в Рязани? Это праздник называется «Одноврус». Это как праздник Новый год, весенний. И в этот день именно происходит равноденство, пробуждение природы. Люди ходят в гости друг к другу, собирают, пекут разные сладости. Национальные блюда есть? Совершенно верно. Основное национальное блюдо в этом случае, они украшают, это называется, сэмяне, проросшее пшено. Они ходят в гости друг к другу, желают добра, удачи и мира. А хватает ли всем работы здесь, в городе? Потому что приезжая со специальностью, когда, в общем-то, все ниши заняты, и нам хочется порой туда, где мы себе можем найти применение. В силу, наверное, разных экономических ситуаций, в последнее время существенно снизился поток иностранных мигрантов, мы называем временных мигрантов. Потому что, зарабатывая в России, ввести на свою родину денежные средства в доллару, в эквиваленте, это становится не рентабелем и не выгодно. Из-за этого сегодня существенно снизился поток мигрантов, и эти деньги, они фактически у себя на родину тоже могут зарабатывать. В этом плане нам тоже как-то отчасти спокойно. Самые грандиозные, яркие, масштабные события, которые ожидаются в самое ближайшее время. Могли бы назвать? Встречи, какие-то праздники, все, что есть? Ну, скажу, что мы регулярно принимаем участие во всех мероприятиях, которые организовываются правительством Рязанской области, городским администрациям. Вот создан при главе администрации города Рязани Совет по гармонизации международных отношений. Я в том числе вхожу в этот Совет. Совет регулярно мониторит деятельность и участие каждого общественного объединения. Это дни города, это все национальные культурные праздники, это день города, это русские традиционные праздники. И все, начиная, ну, во всех мероприятиях, которые организует город, мы активно принимаем участие во всех мероприятиях. Город у нас действительно красивый, многонациональный, поэтому я попрошу вас сказать что-нибудь всем представителям самых разных культур, которые живут в нашем городе. Знаете, мне кажется, потому что в нашем городе действительно спокойно, комфортно, уютно, в этом есть огромная роль, наверное, руководства нашего региона и губернаторы нашей Рязанской области, администрации города. Они вкладывают огромные усилия для того, чтобы у нас было здесь мирно, дружно, комфортно. Я уверен, что так это тоже будет продолжаться в будущем. И надеюсь, что все наши встречи с вами будут на таком позитивном ноте. И это тоже внесет определенный вклад в развитие межнациональных отношений у нас в Рязанской области. Я тоже на это надеюсь. Спасибо за встречу. Оставайтесь с нами и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова